Продолжаем нашу серию уроков. Прошлый раз мы научились работать с дисплеем и динамиком, а сегодня я покажу еще одну возможность M5 Stack. По обе стороны устройства мы видим световые вспышки. Устройство оснащено светодиодами, да не простыми одноцветными, а адресными RGB, включающими три цветовых канала — красный, зеленый и синий. Изменяя яркость определенного канала, происходит получение нового составного цвета. При смешивании трех основных цветов получается новый, составной. Еще одна особенность данных светодиодов — это адресность. Одна панель включает пять светодиодов, две — десять. Цветовые каналы каждого светодиода одной панели независимы между собой. Например, я могу зажечь первый светодиод синим цветом, а пятый — красным. Хорошо, давайте узнаем, как это программировать. Так, это наш UI Flow. Сразу, как всегда, установим имя проекта. Напишем RGB Bar. А теперь найдем вкладку RGB в разделе «Аппаратное обеспечение». Здесь есть набор из всяких разных блоков. Мы познакомимся с каждым по очереди. Обратите внимание на первый блок. Прицепим его к блоку начала программы. Название блока говорит само за себя. Зажечь все панели. Нажмите на данную кнопку, чтобы открыть цветовую палитру для выбора цвета. Если вы собираете программу для M5GO, то для вас доступны блоки, в которых можно выбирать панели. Давайте на это сейчас посмотрим. Нам нужен третий блок. Прицепим его к нашей программе. Блок читается как «Зажечь панель слева красным цветом». Также доступна кнопка «Открытие палитры» и выпадающий список с доступными панелями. Выберем «Слева» и создадим дубликат блока. Прицепим его и укажем уже панель справа. Таким образом, цвет каждой панели будет разным. Очевидно, если не добавим блок «Ждать» из раздела «Таймеры», то не заметим промежуточные изменения. Мы используем блок «Ждать одну секунду». Давайте посмотрим, как это работает. Ладно. А сейчас мы узнаем, как управлять светодиодами на панелях по отдельности. Возвращаемся во вкладку «RGB» и выбираем пятый блок, который звучит как «Зажечь первый светодиод красным цветом». Повторюсь, что одна панель включает пять светодиодов. Что я сделаю? Если создать несколько дубликатов данного блока и установить в каждом определенный номер светодиода и цвет, то при запуске программы мы увидим, как выбранные нами светодиоды светятся соответствующими цветами. Так, давайте опять вернемся во вкладку «RGB». Вы наверняка обратили внимание на блоки с полями «RG» и «B», где установлены нули. О том, что это и для чего, сейчас разберемся. RGB — это аддитивная цветовая модель. Каждая из этих трех полей может принимать значения от 0 до 255, где 255 — максимальное значение цвета одного канала. Посмотрите на схему, где приведены составные цвета в результате смешивания основных. Например, для получения желтого цвета необходимо смешать максимальное значение красного и зеленого. Изменение значения каждого основного цвета приводит к получению нового составного. Таким образом, можно получить гораздо больше цветов, чем предоставляет стандартная палитра. Сейчас, если я установлю значение 255 для каждого канала, то получу белый цвет, поскольку произойдет смешивание максимальных значений всех основных цветов. А если же я установлю все нули, то какой же цвет получу? Черный. В случае со светодиодами отсутствие цвета есть выключенный светодиод. Сейчас я покажу, как написать полицейскую мигалку. прицепим бесконечный цикл к началу программы. Теперь наша задача сделать переключение между красным цветом и синим. для этого используем блок зажечь панель слева красным цветом. Ничего не меняем. Делаем дубликат. Конечно же, теперь необходимо погасить панель. Затем зажечь панель справа синим цветом и тоже погасить. Помимо проблескового маячка есть еще и сирена. Используем уже знакомый нам блок «Сыграть ноту». Он расположен во вкладке «Динамик» из раздела «Аппаратное обеспечение». Выберем ноту до второй октавы. Сделаем то же самое для панели справа. Продублируем блоки. Выберем из выпадающего списка справа. Изменим цвет на синий. И вновь погасим светодиоды. Для сирены выберем более низкую ноту. Пускай будет соль диез из первой октавы. Сойдет для нашей сирены. Выполним код. Такая вот получилась у нас полицейская мигалка. Вы можете сохранить программу на компьютер или загрузить в устройство. На этом урок подошел к концу. Следующий урок будет второй частью этого. Если у вас есть вопросы, то оставляйте их в комментариях. Жмите «Нравится», подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. До свидания. Ведущий Люк Хендерсон перевел на русский язык Димми. Текст читал Сергей Колбинцев.